приветствую на своем канале добрый день кто смотрит меня меня зовут серёга всем привет продолжаем обзоры на кроссовки и ботинки фирмы night вот сегодня посмотрим на nike air max skyline на линию горизонта короче посмотрим сегодня кроссовки такие интересные ну начнем 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 пожалуй что время не терять у нас такие вот кроссовочки крутить буду в руках вот такие вот кроссовки что у нас заявлено у нас заявлено цвет значит белый синий серый вот голубой но по поводу голубого цвета я сомневаюсь потому что скорее всего такой бирюзовый вот цвета морской волны скорее всего такого же цвета и система воздушных подушек air max абсолютно такого же цвета вот что интересно еще заявлено здесь значит кожа синтетика и текстиль но знаете текстиль синтетика до кожа не уверен я что это кожа скорее всего это все таки искусственный материал потому что были моменты когда кроссовки пересыхались на другой модели тоже skyline вот и после пересушки в первой же после первого проливного дождя после такой сушки у них началась трескаться заявленная кожа как раз местах вот где вот ближе к подошве идет вот так что по моему мнению все-таки это не кожа а синтетический какой-то материал возможно искусственная кожа ну все может быть все может быть как говорится раз на раз не приходится за кроссовками за ботинками вообще за обувью надо как бы смотреть ухаживать ухаживать за обувью надо потому что если не ухаживать они недолго прослужат а лучше всего менять по сезону то есть получается получается раз три месяца менять обувь это очень нормально тем более по нашему климату это будет очень нормально вот кроссовок у нас ну что могу сказать хороший расцветка конечно в американском стиле скорее всего любят они такие расцветки у нас такие расцветки редко появляются но они были данная модель была при приобретена в одиннадцатом году в одиннадцатом году вот переиздание данной модели еще не было издание данной модели еще не было по поводу в какое время года их носить ну конечно предпочтительно носить их летом в летнее время потому что для зима они сто процентов негодны будут ну весна соответственно осень кроме зимы зима нет зима сто процентов нет хоть и плотный материал здесь синтетический идет значит что еще можно сказать допустим летом да если мы носим их абсолютно можно ходить под дождем ничего им не будет дождь им принципе не страшен из-за очень плотного верха очень плотный вверх да вот шнурки здесь простые плоские шнурочки такие старого образца лет 10 давности так такой образец шнурочков у них достаточно длинные кому там под завязать покуже будет самый раз соответственно язычок да он конечно очень такой плотный и мягкий такой довольно таки материал там поролона очень много в этом язычке много поролона поэтому он так выглядит очень массивно естественно также на язычке имеется петелька для шнурков она соответственно подтягивает дает утяжку небольшую по подъему ноги значит ну язычок конечно могли бы сделать чуть-чуть по закругленнее он такой на эти массивный квадратный здоровый как лопата ну да как лопата соответственно языке у нас вышиты название фирмы найкайер макс у нас слова макс они не стали писать лишнее язычок да такой мощного принципе такой длинный толстый здоровый язык язык не лопата как говорят дальше дальше у нас соответственно идет материал искусственный то есть вот белый материал который заявлен белый материал вот такой очень плотный стирается он в принципе стирка когда проходит стирка проходит очень хорошо главное подобрать средство которое пойдет для белой ткани вот но ткань здесь такая синтетическая похоже на больше похоже как она на капроновую нитку похоже может быть это она и есть потому что вот данной модели она одиннадцатого года и вы знаете за столько лет она даже на местах излома с ней ничего не случилось скорее всего капроновая нить проходит вот очень прочная очень такая хорошая хороший ценный материал я бы сказал значит дальше вернемся к этой кожи кожи у нас синие вставки они уже идут из кожи вот но вы знаете кожа скорее всего это не кожа я все-таки не уверен что это кожа назвать ее можно как кожа на вид она тоже как шлифованная замша но не замша вот как говорится материал не очень прочный именно вот этот вот синий как бы не очень не особо сильно как бы крепкий не крепкий вот соответственно дальше дальше у нас идут цвет который серый заявлен вот это вставочки на задней части на заднике и боковые вот такие маленькие абсолютно маленькие кусочки вот они хорошо значит материал чистая синтетика вот очень крепкая вот мыть ее очень легко она прям с первого раза моется вот очень удобно вообще четко то есть если даже в лужу наступите летом то есть вот эти эти как раз элементы которые сплотную подошве они защитят от брызг на белую ткань значит по верху у нас еще что значит по верху у нас стелька стелька хорошая такая плотненькая тоже антискользящая такая интересная стелька прошита отлично прошита как обычно отлично все боковые технология соблюдена сто процентов вот сам задник у нас средней плотности средней плотности задник и тоже мягенький соответственно на заднике вставка внутри ткани пластмассовая вставка чтобы они не особо прогибались ударов не было никаких имеют также 33 слушать то есть два по бокам один спереди и такая массивная массивный такой значок на и кейер в толстой резине я думаю что там наверно миллиметр даже вот она такая резиновая прям я не знаю она вечная короче она вечная абсолютно вечная вот интересная деталь такая да что у нас подошве по подошве у нас подошва у нас соответственно высокая достаточно высокая подошва вот амортизация в пяточной части у нас очень хорошая вот ходить очень легко и удобно подошва очень реально высокая вот сама система такая такая серьезная как бы за столько лет но обувь надо менять еще раз повторюсь обувь надо менять вот хотя бы каждые три сезона чтобы так сильно не убивать хотя чё там убивать кому позволяет как говорится одеть там относить да выкинуть как делают где-то там за бугром они чуть ли не до дыр донашивают потом приходят магазин переодеваются старые оставляют мне рассказывал человек один в магазине оставил новый отдел и пошел себе куда сам не знаю пошел вот система очень хорошая очень такая плотные баллоны очень плотные баллоны соответственно пеноматериал плотный абсолютно плотный вот но конечно с годами краска на подошве все равно сходит у некоторых моделей подошва у подошвы краска сходит прям чуть ли не первую неделю все зависит также от нагрузок и качество хранения обуви 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 надо хранить правильно по поводу подошвы подошвы у них на протекторах тоже вот подошва очень такая хорошая резина прям качественная резина стирается она видно уже ничего нету ну как есть вот резина хорошая плотная стирается очень долго устанете стирать как так сказать стирать очень устанете ее и как говорится на долгие года вот ну что еще можно добавить можно добавить кроссовок у нас на каждый день ходить в нем очень удобно еще раз повторюсь ходить удобно кроссовок на каждый день можно бегать за транспортом кто допустим не успевает за автобусом можно просто тупо пробежаться и абсолютно даже не почувствовать как говорится никаких никаких преград пяточная часть очень хорошая она хорошо пружинит для города будет самое то что нужно идеальный вариант городской на каждый день ценовая категория ценовая категория она где-то от пяти тысяч вот она тоже недорогая моделька от пяти тысяч до где-то она вот так и идет вот так что такие вот дела отличная обувь как говорится кто ее возьмет тот не прогадает если носить ее тупо убивать каждый день ну блин это стандарт стандарт три сезона если каждый день тупо таскать туда три сезона они спокойно отбегают потом можно будет это положить на полку либо сдать в утиль носите хорошую обувь ухаживайте за ней ведь ноги это тоже часть тела которая нуждается и в красоте и в прекрасном как говорится сочетании и качестве вот с вами был серега огромное спасибо все кто меня смотрит на ютюбе будут еще новые серии по любому будут я думаю что в следующей серии мы будем резать фейковый подделку так сказать airmax 95 она уже ждет когда ее разрежут и немножко дадут по ней комментариев но это уже в следующей программе так что ждите и я сам жду как говорится новых встреч с вами спасибо огромное пока пока с вами был серега а